И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему бездонатику. Сегодня покатаем на такой вот замечательной карте, карте как Песочница ДМ, на нашей нагибаторской воспожиге. Попробуем занять здесь топ-1, получить новое звание. Если у меня это получится, то будет очень-таки замечательно. Ну а поговорим мы сегодня о прокачке вооружения и покупке вообще вооружения М0. Стоит ли вообще это делать? Стоит ли покупать, например, новые тампушки, скупать весь гараж или нет? Конечно, все, кто люди у нас соображают и понимают, что и как надо делать, что надо и как качать вообще в принципе аккаунт, с уверенностью скажут, что данным действием вообще не стоит заниматься. Я вам тоже это скажу, поэтому если вы, ребят, прокачиваете свои М0 вооружения, то вы делаете точно неправильную вещь, потому что прокачивая все эти пушки, вы все равно не будете на них играть. Вы все равно теряете только лишние кристаллы, которые могут спокойненько уйти в прокачку другого вооружения или покупку новых комплектов. То есть, безусловно, прокачка вооружения нужна, ну а покупка М0 вооружения, ну это реально, ребят, глупости, когда я захожу в всякие катки на своем без донатика, уже вот хоть и идет у нас седьмой ролик, но много-много ребят встречаются, которые пытаются сменить там пушку, переодеться зачем-то, меняют там определенно смоку там на фреза, на жигу там, на грома, то есть, ну, покупают дофига пушек, сливают лишние кристаллы, которые точно стоило бы оставить на покупку, например, того же комплектика. Карта, кстати, у нас сегодня очень замечательная, песочница, постараемся здесь сделать сегодня 50 киллов, я думаю, что это вполне реально, при том, что вот сейчас у нас овердрайв по центру уже выпадает, и было бы разумно законтрить его, ладно, не получится, хотел сделать немножко по красоте, все-таки у меня осталось там 7% до своего овердрайва, мог выражать один овердрайв, а второй взять, было бы это правильнее сделать, но не получилось бы так сегодня у меня поступить, поэтому, ребят, попробуем сегодня здесь набить 50 киллов, я думаю, вполне реальная цифра для данного боя, для данного вооружения, ну а в принципе, что касаемо вооружения, я уже свою точку зрения выразил, то есть прокачка, покупка, М0 вооружения, ну это, ребят, ну реально глупость, никогда не занимайтесь этой ерундой, если вы качаете новые аккаунты, то максимально пытайтесь сохранить кристаллы и играйте на одном вооружении, это самый легкий и быстрый способ прикупить новый комплектик какой-нибудь, ну а на комплекте, безусловно, вы уже сможете жестко нагибать, то есть как-то так. Также, ребят, в этом ролике хотелось бы сказать, что у нас в группе ВКонтакте, ссылочку на которую я оставлю в описании, стартовал конкурс масштабный, в которых в призах есть у нас и контейнеры, и золотые ящики, и всякие различные подарки, добавления в друзья с моего основного аккаунта, то есть обязательно участвуйте, переходите, подписывайтесь и выполняйте там очень-таки простые условия, все довольно-таки просто написано, быстро выполните, поучаствуйте, ну и, конечно, возможно, именно вам повезет. А итоги данного конкурса у нас будут на 4000 подписок, то есть я думаю, что данную цифру тоже мы скоро приобретем, если, конечно, постараемся, я думаю, что вполне все реально это сделать. То есть в этом плане как-то так, ну а по бою у нас осталось 6 минут осталось, 20 килов я уже набил, не сказать, что очень-таки быстро у меня эти килы идут, но не так плохо, не так плохо все идет, будем стараться, будем стараться сейчас все это дело добить, и, возможно-таки, даже в этой катке получим новое звание. Так, опять у нас падает по центру овердрайв, и опять у меня свой овердрайв уже почти был, почти был свой овердрайв, ну ладно, окей, прожимаем овердрайв халявный, делаем килл 1, делаем килл 2, кинуло вообще к новобранцам, на удивление меня закинуло в хорошие, ну как в хорошие, в звания, с которыми я, в принципе, должен играть, а не с такими ребятами, например, там, которые уже играют на М1, и в вооружении даже есть, которые М1, прокачанное до М2, то есть, ну это, конечно, было бы вообще провал, а? Сейчас закидывает очень-таки честно и очень-таки справедливо. Поэтому быстренько-быстренько нагибаем, и я думаю, что 50 килов должен я в этой катке набивать с легкостью, ну и звонку мы тоже, следовательно, получим. А если мы получим в данной катке звонку, то есть, в следующем ролике мы уже будем пробовать нагибать в режиме Джиггернаута на данном аккаунте, пробовать смотреть, нагибает ли вообще у нас Баспожига, забирает ли она у нас Джиггернаута, не забирает, легко это все на ней делать, нелегко. Все это мы сможем увидеть, оценить вообще свои шансы в данном режиме. То есть, как-то так, ну а что касаемо кристаллов, то уже у нас почти 7000 я накопил. До, считай, первого сержанта мне надо накопить около 20к, чтобы приобрести первый комплект. Я думаю, что это вполне реальные цифры, и новую званочку мы уже получаем. То есть, как-то так, ребят, как-то так у нас. Все это дело получается, и я думаю, что довольно-таки круто должен пойти по прокачке данный аккаунт. Будем стараться, конечно, делать все комплектами, делать все по красоте. Возможно, потом что-то еще буду докупать на определенных скидках. Ну и прокачку вооружения, конечно, мы тоже будем делать, чтобы в данной рубрике в роликах можно было смотреть, насколько жестко, жестко можно нагибать без доната, без вложения вообще в игру. Я думаю, что многим это очень-таки интересно. Так, что касаемо овердрайва, что-то я пропустил. Овердрайв по центру было или не было? Вот в чем вопрос. Походу, уже был, если я не ошибаюсь. Ох, Ниночку, как он красиво поставил, а я, как дурачок, последний на нее наткнулся. Так, 3 минуты до конца боя, мне осталось 12 килоф добить. Овердрайв, конечно, был использован просто в пустую. Ну а вы, ребят, в комментарии пишите, любите вы играть на маленьких званиях. Мне тоже очень интересно, почему нет. Мне так вообще, ну, безусловно, нравится играть на маленьких аккаунтах, на маленьких званиях, не на таких прямо жестких-жестких маленьких мальках, но на всяких уоррентах. Знаете, что у меня есть уорренты, и хотелось бы узнать ваше мнение, нравится ли вам играть. На таких аккаунтах прокачивать их, нагибать вообще, в принципе, я думаю, это очень-таки весомый вопрос, на который вам стоит сегодня ответить под данным роликом. Остается у нас 2,5 минуты, 41 килл я уже набил. Неплохое количество киллов уже у нас набито. Постараемся, постараемся сейчас все это дело быстренько давить до 50-50 киллов. На вас пожиги в ДМ-ке это будет очень-очень-таки круто. Так, давайте 2 минуты до конца, 2 минуты до конца, и 8 киллов, в принципе, вполне реально, вполне реально все успеть. И овердрайв даже еще один можно налить. Сколько я уже овердрайв тут собрал? Ну, ясно, понятно, что у нас по центру еще был овердрайв. Если в счет его не брать, то где-то 3 овердрайва я смог сам накопить. Это очень-таки хороший цифр. Так, это Хантер и Смока какая-то умеет играть, я так понял. Но, конечно, обилие ЖИК на данных званиях прям очень-очень большое. Но у вас пожиги в ДМ-ке, конечно, божественное, божественное, ребят, сочетание, конечно. Поэтому на нем играть очень-таки приятно. Ну и что у нас, остается полторы минуты до конца боя, а по киллам у меня стоит всего лишь 4 килла. 4 килла, значит что овердрайв по центру уже должен падать. А этот парень все мини ставит, я понял. Так, овердрайв сейчас у меня уже свой должен быть. Давайте делаем килл, не успел я забрать. Ладно, поджигаем. Поджигаем, не поджегся танк. 3 килла, 1 минута. Хорошо иду. При том раскладе, что на данную карту я зашел еще не с самого начала, там 30 секунд каких-то было. То есть, очень-очень-таки круто в этом плане все идет. Но это у вас пожига какая... Ой, у вас пожига, у вас погром какой-то очень опасный. Опасный парень, мне надо 3 килла. А времени остается все меньше и меньше. Так что давайте прожимаем овердрайв. Быстро летим, 1, 2. Ух ты, нет, 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 парень. Давай-ка ты без овердрайва будешь сейчас играть. Давай-ка ты, блин. Вот сейчас очень плохо было. Еще один овердрайв прожимает игрок. И последний килл. Блин, у меня спереди его. 30 секунд надо 1 килл сделать. Будет очень-таки красиво. 50 киллок на данном аккаунте. Надевать в хатке это круто. Да, 50 киллок набил, шикарно. Выполняю еще при этом 2 заданочки. Тоже у нас уже до первого контейнера на аккаунте осталось 2 дня. Это значит, что скоро уже будет ролик, где я буду открывать первый контейнер. А вдруг мне в нем что-то крутое тоже выпадет. Что у нас сейчас открылось? Открылся носорог. Открылось пару красочек. Еще комплектик вот этот вот нагибаторский, который я сказал, что я точно покупать не буду. Ну и там определенные краски. Дали мне нарки. Неплохо. Ну и открылся у нас режим джиггернаута, по которому мы и сделаем следующий ролик. Поэтому, ребят, как-то так. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик. Приходите на стримы, которые у нас проходят вечером. Всех заул. Все, кто еще не знает, что они у нас проходят, то обязательно приходите. Там можно и подзаработать хорошо. В виде контейнеров и повеселиться. Так что всех жду. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Всем удачи и всем пока давайте.